Здравствуйте! Сегодня первое видео на нашем канале, на котором мы будем с вами учиться готовить. Потому что я сам как бы особо не умею готовить. Будем учиться вместе. Этот рецепт мы увидели у одного знаменитого во всем мире шеф-повара и решили воплотить его дома. Сегодня мы будем готовить два свиных стейка. Стейк и свинина это как бы немножко не то. Но обещаем должно получиться сочно. В принципе по задумке. Как получится на самом деле не знаю. Для этого нам с вами нужно будет два свиных стейка, свежемолотый перец, чеснок, веточки тимьяна свежие, кориандр и чили, соль. Оливковое масло и сливочное масло. Что мы делаем сначала с мясом? Мы его хорошо промываем в холодной воде. После этого очень хорошо высушиваем. И теперь я вам покажу как можно сделать, чтобы мясо не свернулось. Где у вас проживки, сделайте надрезы ножиком, чтобы мясо не свернулось в комок. После этого мы берем молотый перец, посыпаем наше мясо, обязательно соль. После этого обязательно прижимаем, чтобы все ваши специи из мяса не вывалились. Просто они все попадут в сковородку. Так же делаем с другой стороны. Посыпаем солью, засыпаем чесноком свежемолотым, ой, чесноком, перцем, извините. После этого берем чили с кориандром. Так же посыпаем мясо, кто любит обильно, кто нет. Так же прижимаем. В другую сторону тоже самое. И оставляем это дело, оставляем этот стейк минут на 10, чтобы специи пропитались. Пока маринуется наше мясо, мы займемся приготовлением сковородки и все, что нам для этого нужно. Мы берем чугунную сковородку и начинаем ее прогревать. И наша сковородка уже нагрелась. Теперь добавляем в сковородку оливковое масло. После этого распределяем. И пусть немножко дальше нагреться. Когда оно начнет немножко дымить, тогда мы будем запускать наше мясо в нее. Сковородка наше разогрелось вместе с маслом. Теперь берем наш стейк. Всегда опускаем сковородку от себя, чтобы масло кипящее на вас не попало. И примерно с одной стороны, при такой толщине, минуты 4. И вот прошло 4 минуты. Теперь мы с вами переворачиваем на другую сторону. Вот такой свет приятный. Тем временем, до второй стороны, мы с вами раздавим чеснок. Просто его давим, его даже можно не чистить. Он нам нужен просто для запаха. Добавляем в масло, 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 масло. Добавляем в масло, масло, масло. И теперь свежие веточки семьяна. Теперь мы возьмем сливочное масло. И добавим кусочек сливочного масла. Теперь мы с вами берем ложечку и начинаем получившийся сок наливать сверху. Чтобы мясо лучше прожарилось. Сейчас оно немножко постоит. Потом мы под низ положим сам чеснок и сами веточки тимьяна. Чтобы мясо у нас написалось не очень хорошо этим запахом. И также на этой же стороне также готовим 4 минуты. Так как кусок у нас толстый, сейчас пол хорошо прожарился. А пока в это время просто делаем вот такие движения, поливаем мясо этим маслом, которое у нас получается. Сейчас его немножко приподнимем и засунем чеснок в веточки тимьяна по кусок. Будем продолжать поливать. Вот и наша вторая сторона подошла. Теперь мы снимаем кусок с коворотки. Теперь мы его выкладываем. И чтобы свинина у нас получилась сочная, мясу надо будет отдохнуть столько же времени, сколько оно готовилось на сковородке. И вот прошли наши 8 минут, когда наше мясо отдыхало. Теперь будем его пробовать. Сами видите, сколько сока от этого мяса получилось. Мясо приготовилось. Сейчас мы попробуем маленький кусочек. Ну, на вкус сказать так, так как я не люблю соленую еду, люблю слабосоленую, по мне это хорошо. Но, кто любит более солен, добавляйте больше соли. Тимьян чувствуется. Запах чеснока хороший. Свинина получилась у нас изумительно сочная. При надавливании, сами видите, сколько вытекает из нее сока. Очень хорошее и вкусное блюдо. В принципе, за не очень большие деньги. Все спросят, а где же второй кусок? Типа скажут, вот, наверное, первый не получился и так далее. Нет. Он здесь, вот он в маринаде. Просто мы его приготовим уже за кадром и просто съедим. Всем спасибо, кто посмотрит это видео. Кому понравится этот рецепт, может быть, пригодится. Все ваши пожелания, критику и так далее можете оставлять в комментариях. Не знаю, как часто будут выходить видео на нашем канале, но будем потихоньку стараться и выкладывать. Всем спасибо за внимание.